Здравствуйте, меня зовут Николай Секруков, мне 5 лет с половиной, я живу в городе Москва. Твоя смешная история? Я вчера ночью, шляла вечер, я на вечер не хотела прыгать через обачек, и из-за этого курица превратилась в бешеную. Так, хорошо. Ника, скажи, пожалуйста, от смешного к серьезному. Родительское наказание. Каким должно быть родительское наказание к детям, как ты считаешь? Как должны родители наказывать детей? Ну, я думаю, что лучший способ наказывания детей, это, конечно, ремень. Так, так. А может быть, как-то сначала без ремня обойтись? Без ремня. Ну, вот не сразу же, да, допустим. За что можно, тише, у тебя было время выступать, дорогая мама? Ты его использовала, дай ты другим. За что можно наказывать ребенка ремнем? Можно наказывать за то, что, например, разбили базу. Так. Или рогатка попала в люстру, или люстра разбилась из-за рогатки. Скажи мне, пожалуйста, ты часто получаешь ремнем? Ну, можно сказать, никогда. А, то есть у вас нет ни люстры, ни вазы. Есть. Есть? Но ты их не разбиваешь. Поэтому ты ремня не получаешь. Но ты предлагаешь использовать ремень. У меня даже рогатки нет. Может, это исправить надо как-то? За что исправить? Не надо исправлять. Ну, то есть, подарить там тебе, попросить папу, чтобы тебе папа сделал рожатку. За что? Ну как, чтобы хоть раз ремняка. Надо почувствовать ремняка. Надо почувствовать на флорсе. Хорошо. А какие еще есть наказания? Какие должны быть наказания для ребенка? Еще есть наказания такое. Ставить коленями на растопшую горох. Отлично. Отлично. Слушай, где ты такого начитался? Откуда ты это узнал? Мама сказала. Мама сказала. Но не ставила еще. Нет? Не ставила еще на горох? Не ставила. Какие еще есть наказания? Мне очень интересно, Става. И еще? Давай так. Вот если бы, когда ты станешь папой, как ты будешь своих детей наказывать? Ну вот они провинились. Допустим, разбили вазу. Лучше. Вазу пойдет, конечно, волочать в лоб ракать. Нет, а если по серьезному не касается? По серьезному? Да. Стойте наказывать. Я просто вот попу пишу, я помню. А скажи, пожалуйста, стоит наказывать детей или не стоит наказывать? Ну, по-настоящему. Я думаю, что не стоит. Почему? Потому что это очень больно и противно. Правильно, согласен. Но ты же понимаешь, что ты хулиганишь? А зачем ты тогда хулиганишь, если ты знаешь, что будет наказание? Я где ты, где родители еще не видели, вон там я что-нибудь разговариваю или хулиганю. А, то есть еще родители этого не видели. То есть они придут домой и сегодня увидят. Да? Хорошо. Саша, почитай что-нибудь. Саша Черный. Бобина лошадка. Сережек. Мальчик Боб своей лошадке дал кусочек шоколад. Она закрыла рот. Шоколадки не берет. Как-нибудь подпрыгнул в ротик. Сам тебя вдруг хлопнет болит. Из комода из деревеньки. Тащит ножницы скорее. Распадрил брюшку лошадки. Сунул мальчик шоколадки. И заперел. Не хочешь еще подробно. Порадю тебе в рот. Боб ушел играть в фенашки. А за полкой таракашки посмотрели. И гусько вдруг лошадки в степенье. Подбежали к шоколадке. И лезну пыль. Очень сладко. Пир горой. И в пять минут. К шоколадке был капут. Вот приходит Боб. Прогулки. Таракашки шумы. К шкатулке. Боб к лошадке. Съел. Ай. Дам еще. Завтра дам еще. Будь пай. Дед за ним. Так две недели. Мальчик попскочил с постели. Клал в живот их шоколад. А потом шел крылья в сад. Можешь кушала. Старалась. Только кошка удивлялась. А чего же таракашки Растолстили как варашки. Спасибо.